МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИРЕНА Сегодня мы присутствуем на знаменательном событии открытии очередной станции метрополитена. В каких непростых условиях проходило строительство? Мы поинтересовались у мэра нашего города, Зарубина Андрея Гавриловича. Прошу. Благодарю. Прежде всего я хочу поздравить гостей и жителей нашего города с новой современной станцией метро. Мы всегда рады делать жизнь наших людей удобнее. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Ирочка! Дочь! Сюрприз, так сюрприз! Привет, мам. Привет. Чего ж ты не сообщила, что приезжаешь? Я бы встретила. Ну, так получилось. Ничего себе квартирка. Все-таки Аркадий очень щедрый мужчина, мам. Да, да. После развода имею право пожить для себя. Ну, рассказывай, что нового, как? Как вы там, как Майк? А Майк лучше всех. Я за Крата. А ты надолго, Ирочка? В отпуске, да? Нет, мама, я навсегда. Что значит навсегда? А как же Майк? А мы с Майком развелись. Ты шутишь? Нет, я вполне серьезно. Ну, почему, тебе можно развестись, а мне нет? Я дико голодная. У тебя есть что-нибудь? У меня в голове не укладывается. У вас был такой прекрасный брак. Я так радовалась за тебя. Майка, солидный страховой бизнес. Стабильный доход, прекрасный дом. Мы в последнее время очень мало общались. Он все время пропадал в командировках. Ну, или в офисе. Приходит домой, садится у компьютера, курит свою трубку. Вот и все. Тоже мне проблема. Может, у него неприятности какие были? Перетерпела бы. Мам, я семь лет терпела, больше не хочу. Главное, я его не люблю и не любила. Ты хотела, чтобы я вышла замуж? Я вышла. Мы можем сменить тему? А жить на что? Ты знаешь, какая у меня пенсия? Подожди, ты серьезно думаешь, что я буду сидеть на твоей шее? У меня прекрасное образование, три языка. Да я вам хоть завтра пойду устроюсь в школу учительницей. На эти копейки? Ира, ты совершила непоправимую глупость. Мама, я очень много совершила непоправимых глупостей. Будем исправлять. А вы кого-то ищете? Мама, я здесь живу, но я вас не помню. Я здесь давно живу, но я вас не помню. А сколько вам лет? 18. Ну, поэтому и не помните. Мне тоже было 18, когда я отсюда уезжала. У вас девочка, мальчик? Дочка. Светочка. Понятно. Берегите ее. Всего доброго. Спасибо. Ей строго было, пора кого учить, а? Витка, отстань. Когда-то школа уже закончится, сдолбала меня. Нет, ну правда, нафига мне эти вскопали мы? Девочки, не подскажете, директор еще у себя? Да, первый этаж направо. Спасибо. А вам зачем? Это невежливо. Девчонки! Не нужно так. Девчонки! А давайте сегодня в кафешку пойдем. Мороженое покушаем. Ну, я зайц, ты башляешь? Нет, нам нельзя. Нам нужно домой идти. Маме сегодня плохо было. Сердце схватило, она даже на работу не вышла. Витка, ну что ты такая зануда? Ну, на 10 минут взлетим. А если я угощаю? Он угощает. Ой, ребята, сейчас. Мамуль, привет. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Слава богу, я очень рада. Слушай, если мы с Лизой немножко задержимся, все нормально? Конечно. Угу. Хорошо. Хорошо. Только ты не вставай, ничего не делай. Я все приду, приготовлю сама. Берегите себя, девочки. Виточка волнуется обо мне. Хочет быть врачом, лечить меня. Ты ей так и не сказала? Нет. Сначала она маленькая была. Не поняла бы. А потом я все никак не могла решиться. Думала, школу окончат, поступит потом. Вокруг и так много стресса. Угу. Что-то она жизнь не балует. Да. Знаешь, поверить не могу, что Катюше почти год как нет. Да, Поль, год. За три недели сгорела. Где-то, куда берется, зараза эта. Ты сердцем поаккуратней. Следить надо, да? Сейчас инфаркты и молодых забирают. А у меня же Ванюшка женился. Правда? Да. Поздравляю. Спасибо. Сыграл свадьбу, переехал к жене в пригород. Так вот я теперь один. Я и подумал. Может, мы как-то... Сойдемся. Столько лет знакомы. Да и вдвоем легче. Нет, Коль. Ты понимаешь, я привыкла одна с девочками. Не обижайся, пожалуйста. Ты очень хороший. Ну, не смогу я. Я понимаю. Как говорится, насильно мил мне будешь. Я Катины вещи перебирал. Вот, письмо нашел. Катя. Катя. Просит не беспокоить. Никто и не собирался. Ты знаешь... А? Знаешь, Катюша, мне ничего об этом даже не говорила. Наверное, не хотела тебя расстраивать. И кем вы работали в Швейцарии? Я работала в школе при посольстве. Преподавала иностранные языки. Английский, французский, немецкий. Девять лет. Это хорошо. И почему вернулись, если не секрет? Такая страна, говорят. По семейным обстоятельствам, так скажем. Я понимаю, сейчас середина учебного года. Может быть, я не совсем вовремя. Все нормально, Ирина Сергеевна. Вас полставки устроят? Больше пока никак не могу. Но с нового учебного года обещаю что-то придумать. Хорошо. Я согласна. А хочешь еще одну? Шоколадную. С орешками. Нет, спасибо. Нет, очень вкусно, но на самом деле хорошего должно быть понемножку, да? Тем более, что нам скоро уже надо будет идти. Ты такой богатый, Максик? Да, я одному чуваку сайт сделал, вот он заплатил. А, точно, ты же у нас компьютерный гений. Только ходишь в шмотках из секонд-хенда, и телефон у тебя отстойный. Лиза! М? Чего? Лучше деньги потратить на что-то нужное. Он вчера на комп оперативку купил. Теперь нормально тянет. Совершенно согласна. Девушка, мне кажется, вам нужно вызвать такси. Я сказала, что я хочу еще. Значит, я хочу еще. Значит, поверьте мне еще. Чего ты пялишься? Ну и ты, и что? Ну, шевелитесь, давайте, шевелитесь. Я сейчас кое-кому позвоню. И завтра тебя, и тебя. И никого из вас завтра здесь не будет. Где мой телефон? Сейчас. Я ей больше не наливаю. Хорошо? Хорошо. Витка, зацени прикид, я такой же пиджачок в журнале видела. Обалденный, да? Крутая чувиха. Почему одним все, а другим мороженое? Андрей Горилович, это Марина. Я сейчас немного занят. У тебя что, срочная? У меня очень срочная. Надо уволить одного придурка с ресторана. Он мне нахамил. Хорошо. Мариночка, пожалуйста, вызови такси и езжай домой. Сама за руль не садись. Я слышу, ты там немножко не в форме. Да нормально, Илья, Андрей Горилович. Пожалуйста, сделай, как я прошу. Так, девчонки, я тут список накатала. Всего понемножку. Картошка, лук, яйца, сосиски, яблоки. Ну, думаю, что до зарплаты хватит. Угу. Ма! А к нам что, кто-то приходил? Да, дядя Коля заходил. Он сына своего женил, один теперь живет. Скучно ему. Что, замуж тебя звал? Лиз, ну что ты выдумываешь? Просто так приходил, по-дружески. Угу. Ну, если позовет замуж, ты соглашайся. Сколько лет папы нет, а ты все одна. Ты же достойна счастья. А я, между прочим, счастлива. И потом, я не одна, а с вами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Чем могу помочь? Добрый. Я ищу девушку. Вот такого роста. Волосы вьющиеся, была здесь и выпила, наверное, лишнего. Не видели ее? На красном автомобиле? Ага. Минут 20 назад уехала. Я отговаривал. Хотел даже ключи забрать. Так она кусаться начала. Своеобразная такая девица. За причиненное неудобство. Ты дома? Нет. Нет, не совсем. Гош, я тут одного чувака на бэхе припечатала. Он ментов хочет вызывать, а отец свою трубку не берет. Я не знаю, что мне делать. Что мне делать? Говори, где ты? Я сейчас приеду. И отцу больше не звони. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где ты была? Гуляла? Да. Я звонила Майку. Он согласен принять тебя обратно. Он любит тебя и не понимает твоего внезапного решения. Так что погостишь недельку у меня и возвращайся к мужу. Мам, а ты когда-нибудь перестанешь лезть в мою жизнь? Мне уже не 18 лет, я взрослый человек. И у меня есть взрослая дочь, которую я очень хочу найти. Господи, зачем это? Ты хочешь, чтобы она обозвала тебя последними словами и плюнула в лицо? Я думаю, она имеет на это полное право. А я буду просить у нее прощения. Ира, опомнись. Я узнавала. Еще давно. Девочку удочерили. Иностранцы. Ты ее никогда не найдешь. Не изводи себя. Может, она вообще не в курсе, что приемная. Ира, забудь ее. Поезжай домой. Майк прекрасный человек. Вы помиритесь. Я так хочу, чтобы ты была счастлива. Вероятно, у нас с тобой разные понятия счастья, мама. Я сейчас покажу вам ваш класс. Хорошо. Здравствуйте. Садитесь, ребята. Хочу представить вам нового преподавателя французского языка Ирину Сергеевну Шургину. Надеюсь, мы подружимся. Я тоже так думаю. Ирина Сергеевна будет вести в вашем классе еще и факультатив по немецкому. Поэтому, если у кого-то есть желание, то прошу. Ирина Сергеевна долгое время жила и работала в Швейцарии. Поэтому языки знает в совершенстве. Будем считать, что вам крупно повезло. Удачи. Спасибо. Ты сам помнишь, костюмчик у нас шикарный, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так... СМЕХ Приятного аппетита. Спасибо, Варя. Кофе налей. Ай! Ох, мужика трещит. Ты хоть помнишь, что вчера было? Помню. Помню, конечно. Мы с девочками посидели в кафе, потом они ушли. Потом я добавилась. А мне еще какой-то придурок нахамил. Но его уволят. Потом я поехала домой. Потом... Все. Что? Ехала-ехала и не доехала. Я правда не знаю, откуда этот придурок на бэхе вылетел. И ты же с ним все решил. Какие проблемы? Ты хоть представляешь, сколько ему заплатил, чтобы все замять? Порядок цифр, представляешь? Марин, прекращай пить, займись дочерью. Она тебя вообще не видит. Она скоро забудет, как родная мать выглядит. Ну, главное, чтобы ты не забыл. Да? И вообще не переживай, у ребенка прекрасная няня. У нее есть родная мать. Помнишь, что у нее завтра есть рождение? Помню, я заказала шарики и пригласила гостей. Молодец. Мамуль, мы дома. Привет. Привет, привет. 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 Тебе что, опять плохо? Все нормально. Врач была. Приблитение еще на три дня выписала. Может, все-таки в больницу? Ой, а ты типа не знаешь, какие у нас больницы, Витька? Мне когда аппендицит вырезали, я там такого насмотрелась. Ужас просто. Мам, ты хоть поела? Ела, ела. Расскажите же лучше, как в школе. Что нового? Ой, ничего, скука одна. Ну, почему же скука? Например, у нас новая учительница по инвязу. Симпатичная молодая женщина. Нам понравилась. Представляешь, приехала из самой Швейцарии, вернулась в родную комнату. Ну, Дура, это Ирина Сергеевна. Ну, что применяла Швейцарию на наше болото. Отказалась от сытой и красивой жизни. Не понимаю такого. Ирина Сергеевна? А фамилия ее как? Мам, ну откуда я знаю? Какая разница? Ирина Сергеевна... Шульгина? Дальше туда. Ирина Сергеевна Шульгина. По-моему. Все в порядке? Все хорошо? Дедушка! Деда! Дедушка, дедуля! Ай, привет, привет. Поздравляю тебя. Привет. А что ты мне принес? Принес? Смотри. Какой. Михаил Иванович. Я тебя съем. Не съешь. И у меня уже такой есть. Только рыжий. Да? Ничего. Будет два медведя. Два брата. Дружить смогут, верно? Держи. О, Андрей Гаврилович. Очень рад. Мои поздравления. Спасибо. Ваша Ксюша просто чудо. Красотка вырастет. Папа, опаздываешь. Извините. Ничего. Зачем столько гостей? Я и половину не знаю. Это Марина приглашала. Ты, кстати, с ней поговорил? У меня предвыборная на носу. Резца будет рыть компромат. Так это все очень серьезно, Егор. А напомни мне, кто заставил мне на ней жениться? Иди сюда. Тебе напомнить, что все, что у тебя сейчас есть, записано на Марину. Да. Это ей подарили ее родители. Дом, виллу во Франции, банковские счета. По сравнению со своей супругой, ты халатранец. А если будешь вести свой бизнес так, как ведешь его сейчас, по миру пойдешь. Почему такой вялый? Где твоя хватка? Чему тебя учили в этом Лондоне? Значит так. Я на днях тебя подгоню одного клиента. Смотри, не упусти его. Мариночка, Мариночка, доченька, здравствуй, здравствуй. Прекрасно будешь. Слушай, такой праздник организовал, а? В гостей столько. Спасибо. Да, спасибо, Андрей Горилович. Гош, а тебе не нравится? А почему ты такой хмурый тогда? Между прочим, я пью только потому, что у нас сегодня особый день. Ну, естественно, Мариночка. Ну, что ты? Ему все нравится. Вы уверены? Ой-ой-ой-ой, ребятки, извините, извините. Время. Мне пора. Дела, как говорится, зовут. Ксюшенька, я хочу с ним попрощаться. Она наверху. Ну, тогда поцелуй от меня, да? Конечно. Конечно. До свидания. Пока. До свидания. Я тебя очень прошу, не пей больше, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, а ты можешь сделать вид, что ты счастливый? Я тебе помогу? Вот так. Класс! Друзья, у нас есть повод выпить за здоровье моей дочери. Еще не спишь? Готовлюсь к уроку. Здесь совсем другая программа, мне дали выпускной класс. Ты знаешь, сегодня смотрела на них и думала, что моя дочка сейчас такая же взрослая, как они. Ирина, тебе 35 лет. Если у тебя с Майком все, тебе нужен другой мужчина. Ты еще родишь, я уверена. Ирина, ты мне так и не сказала, кто был отцом той девочки. Не помню. Что значит не помню? Как такое можно забыть? Значит, можно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О! Лена Степановна? Здравствуйте. А вам кого позвать? Вику или Лизу? Они на физкультуре переодеваются. Нет, Максим, спасибо. Никого звать не надо. Я тут... Вы себя хорошо чувствуете? Вика говорила, что у вас с сердцем плохо. Мне уже лучше? Скажи, пожалуйста, новая преподавательница Шульгина окажется. Есть сегодня? Ирина Сергеевна? Да. Не видел, но могу в учительской посмотреть, хорошо? А вот, собственно, и она. Сонь, почему не в классе? Звонок уже был. Бегом. Палина Степановна? Палина Степановна! Господи, может, вам воды? Ребят, тут человеку плохо. Дайте воды кто-нибудь. Палина Степановна, вызывайте скорую девочки. Послушай, может, ей просто душно стало. На перемене шумно, вот у Палины Степановны голова ей закружилась. Вика, ты не переживай. Все, что нужно будет по лекарствам, все купим. Не, я реально не врубаюсь. Нифига она ведь в школу припорлась? Кто ее звал? Никто ее не звал. Зачем надо было приходить? Вы родственники Анохиной? Да, мы ее дочки. Как ей лучше? Приступ мы оккупировали, но сердечко слабое. Я рекомендовал вашей маме поставить кардиостимулятор. Да, конечно, ставьте. Так что это такое? Поставим. Хорошо, давайте пройдем в ординаторскую, я покажу вам цены. Кардиостимуляторы бывают разные. Ставьте самый лучший. Деньги будут. Хорошо, давайте посмотрим цены. Подождите, а мы можем ее сейчас навестить, когда вы? Давайте завтра. И, пожалуйста, никаких вам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо. Не парься, все будет хорошо. Жари давай, тварь плюшевая. Достал уже. А что ты на меня так смотришь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А где она набралась этих слов? Откуда я могу знать? Доча! М? А где ты этого набралась? Кто у нас так говорит? Жри, тварь, достал уже. Мама вчера сказала домработнице, что она ее достала. Это плохое слово? Нормальное. Это нормальное слово? Мясо сухое убери. А ты поела? Тихо, в комнату. Гоша, а давай мы с тобой уедем, а? Вдвоем. Как раз. Какой ты раньше? Работы много. О! Ну, я же знаю, чем ты там на работе занимаешься. Ты в офисе своими целыми днями сидишь. На компе в покер играешь. Я так отвлекаюсь. Угу. От чего или от кого? Ни с кого. Ага. Ну, не спишь ты со мной, потому что у тебя работы много или у тебя кто-то есть? У меня нет никого. Просто... Просто что? Просто ты меня не любишь, да? Просто ты в этом признаться боишься. Я вот больше не понимаю. Я больше не понимаю, а во мне что не так? Я тебя больше не возбуждаю, да? Может, тебе к врачу сходить? Провериться? Ты знаешь, Гоша, что ты без меня полный ноль. И без папы своего ты никто. Ты ноль. Полный. Доброй ночи. Папа, подойди сюда. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА А почему ты маму не целуешь? Ты ее больше не любишь? Ну, иногда такое бывает. Люди перестают любить друг друга. Это происходит со временем? Да. Со временем, наверное. Значит, пройдет время, и ты меня тоже разлюбишь? Эй. Эй. Ты чего? Ты же моя дочка. Я тебя никогда не разлюблю. Ты совсем другое. Ты должна расти у меня настоящей счастливой семье. В счастливой семье? Вместе с мамой и дочкой? Угу. Должен быть и папа, да? Да, папа тоже должен быть. Ты должен приходить домой с работы и говорить. Как я вас люблю, мои хорошие. Я такое в кино видела. Говори. Как я вас люблю, мои хорошие. А я говорю, мы тоже тебя любим. Потом мы целуемся. Разве это сложно? С тобой мне всегда легко. Отлично. А ты чего, в школу не собираешься? Тебе еще географию исправлять забыла? Успеется. Мне живот болит. Не пойду сегодня. Ладно. Скажу Вере Игнатьевне, что ты приболела. Макс обещал денег принести на кардиостимулятор. Так что я после школы сразу в больницу бегу. Ты тоже приходи. К маме должны пускать. И апельсины купи, потому что я не успею. Деньги возьми в тумбочке. Слушаюсь, Виктория Викторовна. Чего еще прикажете? Ничего, Елизавета Викторовна. Через две недели стартует предвыборная кампания по избранию мэра нашего города. К кандидатуре бессменного Андрея Гавриловича Зарубина присоединилось еще двое молодых ведвеженцев. Кирилл Матеев и Станислав Кривицкий. Дебаты между конкурентами вы сможете увидеть... Мне надо слушать этих святых козлов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Катерина. Дочери-девочка была решением вашей подруги. Ее никто не заставлял. Теперь требовать у меня и моей дочери денег на ребенка это вообще смешно и недопустимо. Убедительно прошу с подобными предложениями больше меня не беспокоить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доченька родная, как же я рада тебя видеть. СМЕХ Ты что, сегодня в школу не пошла? Угу. Да не стоило беспокоиться. Здесь такие замечательные врачи. Меня очень хорошо лечат. А как вы там без меня, девочки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тут одну вещь нашла? Что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 в соседней палате, отказались от девочки. У меня молока много было, и я предложила ее покормить. Мне ее так жалко было. Она такая маленькая, беспомощная. Ее уже никому не нужно. Мы с твоим папой посоветовались и решили ее забрать. Папа быстро документы оформил. У нас так и получилось две дочки. Потом Витя не стало. Ну вот. Ты теперь знаешь все правду. Так а уточренная кто? Я или Витка? Ты наша родная девочка. А Вита приемная. Но вы для меня обе самые дорогие, самые близкие, самые любимые. Нет, мам, получается это, получается это из-за Витки все, да? Это из-за Витки ты на трех работах ограбатилась, да, мам? Здоровье свое надрывало. Мамочка, да мы в штопанных колготках ходили, да мы каждую копейку считали. Мы на море всего один раз ездили, мама, это все из-за нее. Лизочка, ты что? Что я, мама? Ты спрошь меня, что я? Вот зачем она тебе понадобилась? Зачем? Ну вырастила бы меня одну по-человечески, а я бы ее по государству вытянула. Зато, мама, у меня, у твоей родной была бы другая жизнь. Лизочка, не говори так, вы для меня обе родные, я между вами двумя разницы не делала. Ты мне врала, мама, а сама учила не врать. Девочка моя, я же хотела как лучше, прости. А, что-то давит как-то, дышать трудно. Мама, а это Таисия Грищук, кто это, ну что, письмо писала? Бабушка Виточкина, позови врача. А, мать ее настоящая, ты знаешь, кто это? Кто ее мать, имя? Мама, ты чего? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините, это моей маме плохо. Сознание, кажется, потерял. А Мохина все же хорошо было сейчас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Макс, я тебе отдам все деньги. Вика... Что? Я уже все решила, закончу экстерном, устроюсь в больницу детскую, буду больше маме помогать, чтобы она отдыхала. Как и знаешь. О, Лиза уже здесь. Привет! Привет. Давно ждешь? Пойдем. Почему ты апельсин не купила? Я же просила тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лиза? Мама умерла. В смысле? В прямом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА В царстве небесное вашей маме святая была женщина. Эх, Поля, Поля... Молодая ведь могла еще жить, да ж жить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вы куда теперь, девочки? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы справимся. Даже двое. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да правильно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Друг друга держитесь, девочки. Все строится как как единое целое. Я помогать буду. Главное, школа закончится там, работа будет. Не пропадем. Пойду. Пора. И вам отдыхать нужно. Тяжелый день. Спасибо. Эх, Полюшка, Поля. Ушла ты со своей тайны. Значит, так тому и быть. Дядя Коль, какая тайна? У каждого человека пал на тайну в сундуках. Только неизвестно, что лучше, открыть сундук или запереть его намертво. Лиз, и все-таки... Я вообще не понимаю, от чего случился инфаркт. Врач тоже ничего не понимает. Это ж при тебе было. Ладно, читай. Что это? Читай, говорю. Читай, извините! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что это значит? Ну, это и была мамина тайна, которую она от нас скрывала. Понимаешь, я... Я когда к ней пришла, ей уже плохо было. Вот она мне и отдала это письмо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вик... Мы с тобой не родные сёстры, хоть обе Анохины, а? Мне мама всё рассказала. В смысле? Почему? Потому что одна из нас родная, а другая приёмная. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прямо из роддома. Ну, так мама сказала. Я ничего не понимаю. Кто из нас? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я. Ты... что? Я приёмная. От меня отказались. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я вообще не понимаю, как можно отказаться от собственного ребёнка. Значит... значит, можно. Значит, я им была не нужна. Лиза! А-а-а! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты мне нужна? Ну, что ты? Я же тебя люблю. У меня вообще нет никого роднее тебя теперь. Мама тебя тоже очень-очень любила. Не надо. Я вообще не понимаю ничего. Мы всегда с тобой как были вместе, так и... Так и будем. Слышишь? Не хочу найти их. Никому. Родителей своих. И чего знать, кто они... И почему так сделали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Лиза, что, с Викой? Да, Светка, всё в порядке. Я что-то напряг с Ромео. Короче, мне нужен хелп. Ты сможешь одного человечка по базе данных разыскать? У тебя там свои схемы, если тебе не напряг. Да не вопрос. Только мне нужна Фио и желательно год рождения. Год рождения не знаю, но тётка где-то лет шести-десяти. А кто это такая? Найду, расскажу. Когда сделаешь? Я думаю, завтра смогу. Так как... Вита, Вита как? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ГРОХОТ Так, давай, Лизка, это твой шанс. И нефть его упускать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ирина Сергеевна? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА